Девушки отдыхают Писал нашумевший в свое время роман. Имел бесчетное количество любовных историй. В 54 года получил диплом военного пилота. За год до собственной смерти расстрелял своего зятя. Он переделывал карту Европы и получал от этого какое-то необыкновенное мальчишеское удовольствие. 28 апреля 1945 года в 16 часов 10 минут Бенитто Муссолини и Кларету Питачи, его последнюю подругу, расстреляли на окраине итальянской деревни Медзагра. Перед расстрелом Кларе Питачи предложили уйти. Вот же совсем рядом швейцарская граница. Но она осталась и встала рядом со своим Бенитто. Тела Дуча и его любовницы, как и тела других фашистских иерархов, подвесили за ноги на пьяце Лоретто в Милане. Идите на пролом. Так вы сэкономите время и скорее добьетесь своего. Эти слова у Инстона Черчилля Бенитто Муссолини запомнил и шел на пролом, подкупая всех своей искренностью. Он свято верил в то, о чем говорил, что Италия превыше всего. Что он принесет счастье своему народу. Что его страна обретет былое величие Римской империи. Римский гений, олицетворенный в Муссолини, показал всем народам, что можно успешно противостоять наступлению коммунизма. И если бы я был итальянцем, то от начала и до конца поддерживал бы Муссолини. Это писал Черчилль за двенадцать лет до войны. Бенитто Амелькар Андреа Муссолини родился 29 июля 1883 года в провинции Эмилия-Романья в семье деревенского кузнеца и учительницы. Юный Бенитто прилежно учился в школе, но был не сдержан и вспыльчив. Однажды ткнул своего однокашника ножом, в другой раз, уже в другой школе, плеснул чернила учителю в лицо за то, что тот без должного уважения обратился к Бенитто. Большой был, надо сказать, любитель скандалов. Подростком Бенитто впервые в жизни посещает публичный дом. Отец Алессандро Муссолини всецело поддерживает сына. «Вовсю наслаждаюся жизнью», говорит он. В 18 лет Муссолини получает диплом школьного учителя. Целый год он терпеливо ходит на работу, но в конце концов не выдерживает. И бродяжничает по Европе в поисках счастливого шанса в жизненные рулетки. В Цюрихе Муссолини, этакий люмпен интеллигент из Захалусья, встречает профессиональную революционерку Анжелику Балабанову. Уроки марксизма и не только. Муссолини берет именно у нее. Во всех смыслах он привержен прямому действию, не стесненному ни в целях, ни в средствах. Балабанова была знакома с Лениным. Вполне возможно, представила ему и юного итальянского энтузиаста. Во всяком случае, в 19-м году Ленин на встрече с итальянскими коммунистами вспомнит. А где же Муссолини? Почему вы его потеряли? Вот кто привел бы вас к победе. Путь к победе Муссолини начал в газетах. Его радикальные политические взгляды на страницах изданий социалистического толка. В одной из статей он пишет «Италия нуждается в революции и получит ее». Своим противникам Муссолини отвечал «Не боюсь ничего, пока у меня карандаш в руке, а пистолет в кармане». В октябре 1909 года Муссолини возвращается в дом отца Фарли. Он рассказывает отцу, что добился некоторых успехов в журналистике. Коллеги его даже называют «Пик Калудучи» «маленький вождь». Бенита влюбляется в одну из дочерей своей мачехи, красавицу Ракели. Мать Ракели категорически против их союза, и тогда Муссолини устраивает сцену, размахивая заряженным револьвером. «Шесть пуль для вас, для всех, седьмая пуля мне». Семья дала согласие. 1 сентября 1910 года у Бенита и Ракели родилась дочь Эдда. Бенита играет дочери на скрипке и нежен с молодой матерью. В том же году Муссолини публикует роман с названием «Клаудио Портичелли» или «Любовница кардинала». Антиклирикальный роман, да еще с таким смелым названием. Имя Бенита Муссолини впервые прогремело на всю Италию. В декабре 1912 года он уже главный редактор одной из крупнейших газет Италии «Аванти». Тираж газеты вырос почти в пять раз небывалый успех. Маргарета Сарфатти, сотрудница «Аванти», станет для Бенита не только любовницей, но и заботливой наставницей в журналистике и политике. Сарфатти ходит с Муссолини в театр, вводит в литературные салоны, пытается заинтересовать живописью. Ему нравится жанр «ню». Маргарета учит Муссолини, как вести себя за столом, как разговаривать, как одеваться, как писать зажигательные речи. 23 мая 1915 года Италия вступила в Первую мировую войну. Миф о безрассудной храбрости Муссолини на фронте был создан им самим уже после окончания войны. Дуччо полтора года носил военную форму, но лишь треть этого срока провел в окопах. Остальное время был в тылу, в отпусках и в госпиталях. В траншеи во время инструктажа по пользованию минометом разорвалась мина. Из пятерых солдат, что находились в непосредственной близости, четверо были убиты на повал. Судьба оставила Муссолини в живых. Муссолини возвращается к мирной профессии. Теперь газета была нужна ему как никогда. Муссолини ясно и просто выражает интересы бывших фронтовиков в своих передовицах. Вскоре Муссолини становится их кумиром. Его понимают. Ему верят. На него надеются. Помимо журналистики, Муссолини занимается другими, не менее важными делами. 23 марта 1919 года в Милане проходит учредительное собрание новой организации Фашо Ди Комбатименту Союз Борьбы. На нем присутствует немногим более ста человек, однако уже через два года союзы фашистов создаются во всех крупных городах страны. Их численность теперь достигает десятков тысяч. Муссолини не скрывает своих намерений. Чего мы добиваемся? Говорим об этом без ложной скромности. Управление нацией. Муссолини воспринимали прежде всего как человека, который старался как-то привить дисциплину. Это как раз было по душе, например, моему отцу. Потом, когда начались заигрывания с Гитлером, отец стал говорить, что скорее бы этот режим закончился. и такое было в тысячах и тысячах семей. Союз с Гитлером обнажил самую суть фашизма. И те, кто строили иллюзии и верили, что фашизм может быть другим, в итоге поняли, что ошибались. Здесь не надо забывать одну вещь, которая, по-моему, характерна для этих систем. И Муссолини, и Гитлер имели, поняли, или интуитивно, или продуманно, но и первый, и другой умели говорить с массами через средства массовой информации. Тогда телевидение не существовало, но существовало уже кино. И в основном, смотрите сейчас вот это выступление Гитлера, выступление Муссолини, они были просто высокого ранга системы манипуляции. Элементарных чувств людей. Это они умели, прекрасно. Уровень сознания политического был низкий. Люди верили. У большинства людей не было никакой идеи, руководящих структур. Они только что создавались в современном виде. Они были захвачены этими людьми, и этими людьми смогли бы говорить простыми словами, простыми идеями, и манипулировали. В мае 1921 года Муссолини был избран в итальянский парламент. Будущий Дуччи сразу делает ставку на вооруженный переворот. Вот оно, прямое действие, о котором он мечтал еще в Цюрихе. Он почти уверен в победе, но на всякий случай уезжает в Милан и наблюдает за ситуацией оттуда. 27 октября 1922 года около 26 чернорубашечников начинают поход на Рим. Король боится гражданской войны. Днем 29 октября Муссолини получает от Виктора Эммануила III столь желанное извещение о назначении премьер-министром. Вечером того же дня специальным поездом Муссолини отбывает в Рим. Несколько лет спустя он признался, что в тот момент чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Так победил фашистский переворот в народе с иронией названной революцией в спальном вагоне. На следующий день 30 октября 1922 года Муссолини формирует свой кабинет министров. Вождь немедля начал выпускать декреты и распоряжения. Главными среди них были два. А создание Большого фашистского совета, состоявшего из особо приближенных Муссолини. И о преобразовании фашистских отрядов в так называемую добровольную милицию национальной безопасности, присягавшую королю, но подчиненную только Дуччо. Решительные шаги требуются и во внешней политике. Сенсационным было решение Муссолини установить дипломатические отношения с СССР в 1924 году. Россия в ответ предоставила Италии экономические льготы. 8 февраля 1924 года между двумя странами подписан торговый договор. Через 9 лет, в 1933 году, ровно тогда, когда к власти в Германии придет Гитлер, Муссолини подпишет еще один важный договор с СССР. Пакт о дружбе, ненападении и нейтралитете. Дуччи, однако, никогда не уставал повторять, что вечных договоров не существует и что все они рано или поздно пересматриваются. На парламентских выборах в апреле 1924 года за фашистов проголосовало ошеломительное большинство итальянцев. По странному стечению обстоятельств ровно столько, сколько уверенно прогнозировал Муссолини. А в конце мая лидер оппозиции Джакомо Матеотти объявил о том, что результаты выборов сфальсифицированы. После этого заявления Матеотти пропал. Его тело найдут только в конце лета. Убийцы Матеотти так и не были найдены. Хотя никто не сомневался, что это дело у фашистов. Во время похорон Матеотти Дуччи говорит о том, что когда сталкиваются две непримиримые группы людей, проблему можно решить только силой. В короткий срок издается серия чрезвычайных законов, которые фактически приводят к установлению фашистской диктатуры. В немалой степени победить сторонников Матеотти фашистам помогли экономические успехи правительства Дуччи. Число безработных уменьшилось с 500 тысяч до 120 тысяч за какие-то полтора года. Лондонская Таймс 30 декабря 1923 года писала, «Италия никогда еще не была так сильна и едина, как сегодня. Дуччи облегчил налоги и резко сократил дефицит бюджета. Он значительно улучшил коммунальное обслуживание населения, а также положение дел на железных дорогах. Его социальная политика, направленная на поддержку наименее обеспеченных слоев населения, достойно всяческого уважения». Итак, Италия муж Солини голосует как надо, работает как надо, пусть как надо отдыхает и просвещается. 1 мая 1925 года Дуччи создает новую организацию под названием «Дополавор» после работы. Это тысячи фольклорных и музыкальных ансамблей, кружки театральной самодеятельности, народные библиотеки, центры бесплатного обучения для неимущих. Муж Солини устраивает коллективные туристические путешествия по стране, а также летние и зимние лагеря отдыха для детей и взрослых. Оставалась еще одна очень серьезная проблема, так называемый «римский вопрос». В условиях католической Италии Дуччи было необходимо заручиться поддержкой церкви. Сделать это было непросто. Конфликт существовал с 1870 года, после того, как королевские войска штурмом захватили Ватикан и лишили папу Пия IX светской власти. В Италии в то время была такая поговорка «Кто решит римский вопрос, тот будет править Римом вечно». В 1929 году между Папой Пием XI и правительством Муссолини было заключено так называемое Латеранское соглашение. В соответствии с ним на Ватиканском холме в Риме было образовано самое маленькое государство в мире – Ватикан. После этого Папа, конечно, благословил режим Муссолини. «Нам государственность, вам наше благословение». В стране тем временем наступила новая эпоха. Весь комплекс наших повседневных привычек должен быть преобразован. Наши манеры есть – одеваться, работать и спать, заявил Муссолини в 1932 году. Чтобы такое придумать. И придумал. Среди фашистов отменены рукопожатия. Женщинам запрещено носить брюки. Для пешеходов устанавливалось одностороннее движение по левой стороне улицы. Все итальянцы, независимо от возраста, социального положения и пола, должны были по субботам заниматься военно-спортивной и политической подготовкой. Муссолини сам являл пример для подражания, устраивая бег с барьерами, массовые заплывы и скачки на лошадях. Гимнастические упражнения приобрели массовый характер, так как движения в едином ритме, по мнению Муссолини, вырабатывали чувство коллективизма. Так Дуча стал лучшим другом физкультурников. тогда же в 30-е появился еще один новый массовый ритуал фашистские свадьбы, на каждой из которых Муссолини считался посаженным отцом. Прирост населения стал одним из приоритетов государственной политики Италии. Свой замысел Дучи выразил просто. Больше населения, больше солдат, больше могущества. В 1932 году Муссолини уже за 50. Он несколько растолстел, но все еще способен кружить дамам головы. Он встречает Клару Питачи. Его последующие сентиментальная жизнь была типична для итальянского мачо. А потом Питачи, конечно, было неофициально. Газеты об этом не писали, но все об этом знали. А для Муссолини власть, чтобы иметь власть, чтобы сохранить эту власть, была необходима распространенная идея, что он может иметь много женщин. Вот это типичная характерность итальянского мужчины. Тогда однажды жена Муссолини Ракель бросит в лицо Питачи «Когда-нибудь ты кончишь на пьяццо Лоретто?» Эта небольшая городская площадь собирала проституток со всего Милана. Пророчество Ракели сбудется через 13 лет. 1933 Ко власти в Германии приходит Адольф Гитлер, неудавшийся художник и зажигательный оратор, фюрер национал социалистов. 14 июля 1934 года Муссолини принимает Гитлер в Италии. Ученик подвострастно заглядывает в глаза учителю. Дуччи с гордостью демонстрирует свой военный флот, дорогие его сердцу игрушки. Внешне все вроде бы хорошо, однако в кулуарах вожди отзываются друг о друге так. Гитлер, почему бы не польстить этому итальянцу, тем более, что он может еще пригодиться? Муссолини, этот назойливый человек, этот Гитлер, существо свирепое и жестокое. Германия так и осталась со времен Тацита страной варваров. Она извечный враг Рима. Европейская цивилизация будет разрушена, если позволить этой стране убийц завладеть нашим континентом. 25 июля. 25 июля. Спустя 10 дней после их встречи нацисты убивают друга Муссолини, австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса. Муссолини тут же мобилизует 4 дивизии и приказывает им подойти к границе с Австрией и быть готовыми выступить против Гитлера. Дучи рассчитывает на поддержку дружественных ему в то время Великобритании и Франции. Однако союзники медлят. Но и Гитлер отступает. Он еще не готов к войне. Через три дня 28 июля Муссолини выступает с заявлением. Германский канцлер не раз давал обещание уважать независимость Австрии. Но события последних дней со всей очевидностью показали намерен ли Гитлер соблюдать свои обязательства перед Европой. Нельзя подходить с обычными моральными мерками к человеку, который с таким цинизмом попирает элементарные законы порядочности. Пока что Муссолини осуждает Гитлера и в то же время вынашивает планы создания собственной империи. Для этого всего-то нужна была небольшая победоносная война, ну скажем в Абиссинии. Империя ведь это прежде всего колонии. Гитлера уже начиналось мирное проникновение в Эфиопию. Но Муссолини он ведь строил иллюзии насчет возрождения Древнеримской империи. У Италии были средства чтобы играть роль средней державы в Европе. Но не было ресурсов ни угля ни железа. Италия всегда зависела от британских и немецких шахт. Но фашистский режим не принимал этого. 8 мая 1936 года когда итальянские войска под руководством маршала Бадолья вошли в столицу Абиссинии Дуччи объявил своему народу и всему остальному миру о том что война закончилась. Муж Солени тут же провозгласил второе рождение римской империи. И он внушил вот эту националистическую идею которая была не для всех итальянцев убедительна. Надо здесь всегда учитывать что только часть населения согласилась с этим. Но часть населения которая была пассивной в основном социалистические партии демократические партии либеральные партии не смогли противоставить к этой пропаганде и внушению ничего хорошего ничего убедительного они были нерешительные а когда Мусулина был очень решительный и опять повторяю умеющий говорить языком массовой а когда другие не умели а он захватил вот эту идею и националистическую идею стал фашистскую идею это его идея была и была идея фашистского движения победительная потом война шла трагически это другое дело колонии были захвачены но на временно но это другое дело но он все-таки выиграл и на это на это победил поэтому я считаю что и политические и стратегические цели и личные амбиции совпадались в это время с определенной часто населения Италии которые стремили тоже к власти мировой в этом же 1936 году Муссолини в очередной раз отклоняет приглашение Гитлера посетить Германию вместо дучи к Гитлеру едет Галиацо Чиано граф Чиано зять Муссолини министр иностранных дел в его правительстве особо во всех смыслах приближенная Чиано договаривается с Гитлером о создании оси Берлин-Рим а дучи поясняет ось вокруг которой соберутся все страны исполнены и воли к сотрудничеству Гражданская война в Испании Германия и Италия активно помогают Франциско Франко и заодно репетирует будущий блицкрик в Европе Франко стал диктатором Испании бессменным каудилью но сильного желания строить ось с Гитлером не проявил как свидетельствует история генерал оказался все же умнее ефрейтора а муж Солини 30 сентября 1937 года после пяти отказов посетить Германию он наконец принимает приглашение фюрера одетый в форму штурмовых отрядов Гитлер на протяжении недели разворачивает перед гостем вереницу грандиозных парадов собирает огромные митинги демонстрирует весь блеск хорошо отлаженной военной машины одновременно показывая свою поразительную власть над толпой военная мощь Германии потрясает Дуччи в Берлине он заявляет итальянский фашизм обрел наконец друга и он пойдет со своим другом до конца так все и случится они пойдут до конца оба наших великих народа вскоре покажут людям растущую и крепящую силу в сентябре 1938 года Муссолини председательствует на конференции в Мюнхене Великобритания Франция и Италия отдают Гитлеру западную Чехословакию Чехию в надежде отвести от себя удар 22 мая 1939 года по поручению Муссолини граф Чиана подписывает стальной пакт итало-германский договор о военно-политическом союзе еще один шаг к площади Пьяцца Лоретто Муссолини уже старается подражать Гитлеру еще в 1938 году Дучи ввел в итальянской армии парадный прусский шаг названный им римским в угоду Гитлеру Муссолини так сказать пересматривает расовый вопрос в итоге выпустив так называемый расовый манифест из Италии высылают около 12 тысяч евреев среди них его давняя подруга Маргарета Сарфатти В Италии антисемитизма не было никогда это первое второе евреи очень много сделали для единства страны в Италии расовые законы никогда не были популярными а ошибка Муссолини в том что он постарался навязать их сверху но еще большая ошибка в том что многие деятели культуры чтобы понравиться режиму одобряли его действия они сказали хорошо о правительстве режима и не остались 10 июня 1940 года Муссолини вышел на балкон Палаца Венеции. Его, как обычно, приветствовала толпа. Дуччи почти дословно вторит риторики Гитлера. «Мы вступаем в бой с реакционными и плотократическими демократиями Запада, которые всегда коварно интриговали против самого существования итальянского народа. Стало ясно. Италия вступает во Вторую мировую войну. 27 сентября того же года между Германией, Италией и Японией заключен тройственный пакт. Ура! Ось выстроена. Германия и Италия наводят порядок на европейской территории. Японии отдано всевосточно-азиатское пространство. Перекроим карту мира. Однако, всего через две недели, Муссолини узнает из газет, что друг Адольф захватил нефтепромыслы Румынии. А Дуччи настаивает, что Румыния, у населения которой латинские корни, должна находиться под покровительством Италии. Он не хочет, чтобы Гитлер имел слишком большое влияние на Балканах. Дуччи возмущен. Фюрер сообщает мне о своих намерениях только тогда, когда они становятся свершившимся фактом. Но на этот раз я отплачу ему той же монетой. Он так же, как я, из газет, узнает, что я захватил Грецию, и мы будем квиты. И дальше. Я уйду в отставку, если кто-нибудь помешает мне начать там войну. Это напоминает игру в солдатике двух мальчишек-соперников. Он захватил Румынию, а мне, а я, ну, а я тогда Грецию захвачу. Вот. Греческая кампания начинается позором Дуччи. Итальянская армия не смогла повторить немецкий блицкрик. Дуччи в бешенстве. Гитлер направляет ему утешительное письмо, которое приводит Муссолини в еще большую ярость. Но он вынужден смириться. «Германия слишком могущественна», – пишет Муссолини. «Так что, несмотря ни на что, Италия должна быть на ее стороне». Итальянцев всего 42 миллиона, а немцев в два раза больше. Французы же и британцы слишком слабы, чтобы оказать достойное сопротивление Гитлеру. Есть доказательства и письменно, что Муссолини не уважал Гитлера. И Гитлер не уважал Муссолини. Взаимное было недоверие. Но Муссолини был не такой глупый человек. Был простой, но не глупый. Он понял, что Гитлер был очень сильный. И рассчитал на сотрудничество с сильнейшим. Очень просто. С этой точки зрения было разумное решение. С этой точки зрения. Если он захватит всю Россию и всю Азию, для меня будет место в другое направление. Это будет разделение властей. Но только в этом упрощенном представлении Муссолини не понял, что мощь экономическая, промышленная и военная Германии была не 10 тысяч раз сильнее, чем итальянская. День 22 июня 1941 года поверг Муссолини в состоянии шока. Он до последнего не верил в то, что Гитлер начнет войну против Советского Союза. Однако вслед за Германией Италия тоже объявляет войну Советскому Союзу. Точка возврата на пути к национальной катастрофе пройдена. Вопрос этот не обсуждался ни в Большом фашистском совете, ни в Совете министров. Ответственность за решение взял на себя Муссолини. Вступление в войну с безбожниками поддержал и Ватикан. Постепенно Италия оказывалась все в большей экономической и политической зависимости от Германии. Из страны в огромных количествах вывозились продукты питания. Муссолини принял решение о так называемых обязательных заготовках. Государство стало отбирать у крестьян продукты по государственным, то есть по низким ценам. В стране введено военное положение. Выходит закон об обязательной трудовой повинности. Частный бизнес Италии переживает кризис. Вдобавок ко всему, в 1941 году Муссолини теряет любимого сына Бруно. Тот разбивается во время тренировочного полета. Это известие становится для Дучи настоящей трагедией. В боях на Дону итальянская армия потеряла почти всю свою боевую технику и более половины личного состава. За три года война, в которую ввязался Муссолини, разрушила в Италии все то, что с таким трудом в течение 17 лет создавало его правительство. В стране инфляция, экономический спад. Народ не понимал, зачем и почему он воюет за Германию, где-то в далекой России. Итальянцы не любят войну. Я написал книгу об итальянских солдатах, всего лишь солдатах итальянских, о том, как они провели последние годы войны, о жертвах, Балканах, Франции, России. Я начинаю рассказ именно с отступления в Россию. Отступление в Россию было началом распада итальянского государства, фашистского государства. Националистические идеи, что нам надо структуру, где государство будет решающее, похоже на сталинский, это была идея неплохая вообще. Но это не уменьшает тяжесть оценки, которую я даю в отношении фашизма. В культурном смысле было, конечно, отступление огромное. Италия потеряла 20 лет, в техническом смысле слова, в культурном смысле слова. Это была трагедия, настоящая трагедия. Ничего хорошего в этом не вижу. И для нас, и для немцев была бы намного лучше Европа без войны. Но это другое дело. В апреле 1943-го муж Солини встречается с Гитлером для обсуждения возможного договора со Сталиным. После Сталинграда их последним шансом он считает перемирие с СССР. Но у Гитлера свои планы. Он понимает, что Сталин ни на какие соглашения и перемирие уже не пойдет. 24 июля 1943-го года на Большом фашистском совете Муссолини объявили, он проиграл войну. Дуччи обращается к Виктору Эммануилу. «Эти господа рекомендуют мне уйти в отставку. Король резко перебивает его. Дорогой Дуччи, решение Большого совета – это по существу вынесенный вам приговор. Не надо тешить себя иллюзиями. Италия разваливается. Армия потеряла каждого десятого. И солдаты не хотят сражаться за Германию. Вы – самый ненавистный в Италии человек. Я вынужден предложить маршалу Бодолью сформировать новое правительство». После этой унизительной аудиенции Муссолини арестовывают и перевозят на остров Понца. Узнавший обо всем этом Гитлер тут же распорядился начать подготовку к оккупации Италии и возвращению Дуччи к власти. В 13 часов 30 минут 12 сентября 1943 года охранники арестованного Дуччи слышат рев двигателей, а затем видят, как над их головами пролетают самолеты, тянущие за собой планеры. Через несколько минут планеры садятся на землю. Муссолини кричит по-итальянски и по-немецки «Не стреляйте! Не надо крови!» Охрана Дуччи складывает оружие перед десантом штурмбанфюрера СС Отто Скорцени. Немцы посылают Муссолини руководить наспех созданной Итальянской социалистической республикой со столицей в тихом курортном городке Сало. Но это все, что он получил взамен империи. 15 сентября 1943 года в Растенбурге Муссолини объявляет Гитлеру, что уходит из политики, что ему все надоело, что они проиграли, что они ввергли свои народы в катастрофу, что им ничего никогда не простят. Гитлер ничего подобного не желает слушать. Фюрер приказывает Муссолини быстро сформировать новое фашистское правительство. Страна раскалывается на две части. Южная Италия становится участницей военных действий на стороне антигитлеровской коалиции. В северной Италии какое-то время оборону держит в основном германская армия. Вся внутренняя политика Муссолини должна быть согласована с фюрером. Прогибаясь перед Гитлером, он сломался окончательно. И так же, как Гитлер устраивает кровавую разборку со своими бывшими соратниками. Он отдает распоряжение об аресте фашистов, участников заговора 25 июля. Из 18 удалось задержать шестерых. Среди задержанных зять Муссолини, граф Чиано. Мать Чиано пишет дуче письмо, в котором умоляет помиловать сына. Стремясь вызволить мужа, и Эдда отправляет письмо отцу. Муссолини, тем не менее, не вмешивается. По приговору суда все шестеро были расстреляны. Дочь, его любимая дочь Эдда Чиано Муссолини, проклинает отца. Апрель 1945 года. Маленький отряд Муссолини продвигается вдоль озера Комо в деревне Медзагра. Оттуда дорога ведет в Швейцарию. В ночь с 26 на 27 апреля беглецы присоединяются к отряду из 200 немцев. Немецкий лейтенант, надев на Муссолини солдатскую шинель, прячет его в кузове грузовика. Партизаны начинают осматривать машины, и один из них узнает дочь. На следующий день, 28 апреля 1945 года, на этом самом месте, Бенита Муссолини и верные ему до конца Клара Питачи были расстреляны, а затем повешены. Проклятие Ракели сбылось. Она обещала Кларе Питачи, что так кончит на пьяце Лоретто в Милане. Все случилось именно так. Через два дня не станет Гитлера. Изображение фюрера, само его имя, стерто со зданий и памятников Германии. А дуча. Великим человеком он был, несомненно, потому что 20 лет оказывал большое влияние на развитие итальянской истории и истории Европы. При этом хорошим человеком я бы его не назвал. Выбор между демократией и фашизмом всегда был, всегда был, всегда есть и сегодня. Поэтому я считал, что когда люди 20 лет живут в жизни без демократии, с такой системой насилия, потому что было насилие для многих, по меньшей мере. И все-таки был нехороший и для тех, которые потерпели, и для тех, которые сделали. Потому что человек, который насилие для многих, не важно, как, он сам является жертвом. Ракеля Муссолини еще долгие годы молилась за упокой души ее любимого Бенита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...